Звуки духового оркестра не смогли оставить равнодушными горожан. В субботний вечер 25 августа у памятника Якулу Горелину выступили музыканты 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Голубые билеты исполнили вайсы известных композиторов и песни военных лет. Подобные вечера давно проводятся в соседних городах. Ивановская мэрия решила не отставать. Чиновники бросили клич и нашли поддержку у музыкантов. Мы, в общем-то, всегда рады помочь администрации города Иваново, потому что они, соответственно, также к нам относятся. И всегда мы рады помочь, всегда поддержать их. Ивановцы, спешившие по своим делам, останавливались, чтобы послушать музыку в живом исполнении. Подобные танцевальные вечера в областном центре планируется сделать регулярными. Своё согласие на выступление уже дали музыканты Ивановского института Государственной противопожарной службы МЧС России. Возможно, у нас будет джазовая группа. А в дальнейшем, ну пусть это пока остаётся секретом, что будет в дальнейшем у нас по программе. Конечно, всё будет зависеть от погоды. Но мы надеемся, что эти мероприятия у нас уже станут традицией. Самыми активными участниками вечера стали Владимир Козлов и Валентина Лобанова. Вместе они танцуют уже много лет. Говорят, что специально нигде не учились. Двигаются так, как подсказывает сердце. Десятки лет, может быть, три, четыре, пять. Где-то есть возможность, я танцую. В музыкальном театре, вот, парк пятого года. То есть, на любом мероприятии, где танцы есть, я с удовольствием, с удовольствием. Поэтому тут набрался храбрости. Проведению танцевальных вечеров ивановцы отнеслись с большой радостью. Эта идея пришлась по душе не только людям в возрасте, но и молодежи. В следующую субботу, если не подойдет погода, многие собираются прийти сюда снова.